Цены на жилье в Казахстане выросли не только из-за подорожания строительных материалов. Глава агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что ряд застройщиков необоснованно завысили стоимость квадратных метров. Строительным компаниям уже выслали специальные уведомления. Документы о необходимости снижения цен получили 14 строительных компаний. Тем временем, по данным Бюро национальной статистики, за пять месяцев этого года стоимость нового жилья увеличилась на 8%, а вторичного на 13%. Застройщики городов Шумкента, Караганды, Узкоминогорска и Кустаная исполнили данные уведомления и снизили цены в среднем на 15-20%. Между тем, наибольшее сопротивление законным действиям антимонопольного органа по истреблению информации оказали известные крупнейшие строительные организации Базис А, БиАйгрупп, РАМС, Казахстан, которые либо отказали, либо предоставляли неполную информацию и обжаловали наши действия в судах. За непредставление информации составлен 21 протокол об административной ответственности, а общая сумма штрафов, наложенных судами, превысила 9,6 миллиона тенге. Второй день в правительстве обсуждали и повышение стоимости продуктов питания. Если вчера глава Мажелиса Нурлан Нигматуллин высказал претензии за дефицит картофеля министру сельского хозяйства, то сегодня другой министр торговли и интеграции Бахы Султанов обвинил в этом Минсельхоз и местные исполнительные органы. Напомним, в некоторых регионах страны цена на картофель взлетела до 500 тенге за килограмм. Глава сельского хозяйства Сапархан Умаров объяснил это сезонностью. Впрочем, подобные объяснения уже традиционны из года в год. А вот эксперты утверждают, что дисбаланс на рынке произошел из-за халатного отношения всех ответственных чиновников. Это просто неумение работать вместе. Одна проблема. Это последствия отсутствия нормального взаимодействия двух государственных органов. Не двух, а больше, потому что здесь еще и регионы. Два министерства и регионы должны более честно взаимодействовать. Должны все это учитывать, прогнозировать, моделировать. Благо сегодня есть там всякие средства цифровизации, нейронные сети и так далее. Конечно, надо всем пользоваться.